Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 322. События дня. Филиппинцам 1.22. Если же жизнь во плоти доставляет плот моему делу, то не знаю, что избрать. 29 октября 2016 года. Посвящается всем ушедшим из Продолжанной Церкви. Михаил Кальманов составил ролик, посмотрите. Филиппинцам 1.29. Это как к эпиграфу на каждый день. Дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Дано от Бога. И 1 Петра 4.13. Это самое сильное, это когда поношение терпишь. Врагов хватает и друзей хватает. Радуйтесь, да и в явлении слава и возрадуйтесь и восторжествуете. Вот что было за день. Я в прошлый раз говорил, как мы отправили, я просто с людьми делюсь. В отделении связи. От кого принято, сколько. Прибыло в сортировочный центр Барнаула. И дальше прибыло в сортировочный центр в Москве 19 октября. А тут было 17. Приняли в отделение связи 16. Вот. Покинуло. Дальше. Прибыло на границу России 19 октября. Прием на таможье 19. Таможье выпустило 19. 20 пересекло границу России. Почта России. Дальше. Прибыло на границу Испании. 5 дней. Вот это такой промежуток маленький. 5 дней. Вот почта 20-25. Перенос доставку по Испании. 28. Получено. Получена почта. Вручена 28-го. Бандероль в Испанию. Я просто говорю. Ну, заряжаю и сразу все это видать. Вот. И мне пишут. Я пишу сначала. Получили вчера? Все ли сохранилось? Тогда три фото на фоне книг и в руках. Книги некоторые. И еще, чтобы была видна какая-нибудь надпись по-испански на эти фото. Пишут мне сегодня. Здравствуйте, уважаемый Игнат Тихонович. Да, вчера вечером получили. Не хотела писать. Было поздно уже. Получили две посылки. Те, которые маленькие пакеты. Открытым оком. Томат. 13-14. 15-16. И визитки положили. Спасибо. Как вижу, большие посылки еще находятся в России. Фу. Как только придут все книги, сделай фотографию. Спаси Христос. Я отвечаю. Вот уж никак не предполагал, что такая разница будет в доставке во время. Ибо постаны были все четыре посылки вместе. А чего же их так разделили? Или что-то вызвало подозрение в Москве? Ну, это я просто предположение такое делаю. Ну, как так можно столько держать было? А тут занятия шли вчера, и не пойму, как оказалось так. Пишут, и все, на меня идут эти письма. Ну, раз ко мне пришли в распечатанном виде, я считаю. Евгений пишет. Вот, Василий, вы родственник Игнатий Тихонович или однофамильцы? Лапкин Василий. Да, это лучший мой дядя Игнатий, брат моей мамы. У меня мама Татьяна Тихоновна. Если бы не Игнатий Тихонович, даже не знаю, как бы жизнь сложилась наша. А так мы с детства знали, хотя, конечно, и дружили с этим миром, что есть Бог. И старались жить по совести, но мир, конечно, сильно завлекал в юности. Вот теперь Господь призвал меня через болезнь. Случайно. Но меня вышли, письма кинули, но я прочитал. Евгений, теперь буду знать. Оказывается, вы племянник Игнатия Тихоновича. Василий отвечает. Я благодарю Господа за все. А вы, Евгений, откуда будете? Евгений, а я из Израиля, земля обетованная. Василий, ух ты, как интересно-то. У вас там, наверное, сейчас тепло днем. Да, плюс 28. Наверное, все святые места посетили. Шикарная погода. Евгений, многие, да, посетил. Ну, рад знакомству. Вот видите, как маленькие. И показать, как люди знакомятся во время занятий. У нас по скайпу занятия идут, конференция это, как называют. Вот так. Ну, пишет один. Брат мой дорогой, на меня. Я бы с большим удовольствием пообщался с вами по скайпу. Но, насколько я знаю, вы все разговоры записываете, выкладываете в интернет. А я бы этого не хотел. Поэтому, если без записи поговорить, я только за. Только нужно, значит, время, когда будет удобно вам и мне, с Богом. Я отвечаю. Без записи для интернета беседа отменяется. А вы говорите без всяких секретов и тайн. Чего мне и знать не нужно. Говорите хорошее. И будет этого слава Божию. До свидания. Храни вас Бог. Прощайте. Все. Разговор отменяется. Пишет одна. Фамилии не ставлю. Знаю, что нападают. Не другие. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Хорошая статья. Это в журнале Покров. Алтайской епархии. Московского патриархата. Слава Христу. Всегда с радостью вспоминаю дни, проведенные в лагере. Это было прекрасное благословенное время. Спаси Христос вас. Божьи благословения. И сегодня. Мир вам, Игнатий Тихонович. Всегда благодарю Господа за вас. За то, что Господь устраивает такие удивительные промыслительные знакомства. Встречи и общения. Давно, когда я вернулась в церковь из отделенных баптистов, где покаялась, я молилась Господу, чтобы иметь общение с евангельскими православными христианами, но не верила, что такие есть у нас в церкви. То есть молилась, а не верила. И Господь через это неверие показал. И спустя время Господь сподобил познакомиться с вами и с верующими из общины. Я очень давно желала быть членом общины Христово-Звиженска и молилась об этом, когда еще училась в институте. Этим летом я закончил институт. И желание и стремление быть в общине не прекратилось. Игнатий Тихонович, я спрашивал у Надежды Васильевны, ты жена моя, и она отвечала, что была бы не против, если бы я с ней вместе жила. В настоящее время я живу в Москве со своей сестрой. Это тяготит. Потому что здесь много суеты. И моя сестра, хоть и верующая, и член церкви, она сама признавалась, что не рождена свыше и не переживала первую любовь к Богу. И говорит обо мне, что у меня узкие пуританские взгляды, что где надо и не надо, цитирую Библию. Здесь мне также не с кем ходить на благовестие. Игнатий Тихонович, я хотел спросить у вас, есть ли такая возможность попроситься жить с Надеждой Васильевной и попроситься в общину? Ну, я, Надежда Васильевна мне уже говорила, я отказал. Я бы заботился, помогала Надежде Васильевне, участвовала в благовестии, трудилась бы в церкви. Но обстановка ведь же изменилась, как сестра, и она оттуда, я хотел, чтобы она все это сама испытала, увидела. Ну, и здесь подготовка. Я отвечаю, да, ждем, целуем. Все. А тут маленькую переписку только взял. Летом-то я по скайпу не говорил, а сегодня у меня, наверное, три встречи было. Ну, и наши ресурсы показать. Вот первое, это Мой мир. Вот, здесь очень хорошо. Я все ролики сюда стараюсь перенести, новые. Это наш православный форум, какой прекрасный. И видеоканал. Вот сегодня интересно, сейчас я обновлю страничку и покажу, что. Вот занятия посетили 122. А ты одновременно ставил, я пять штук. Дальше. С женой беседую, не всякого человека вводи в дом твой. 522. Сколько? 17 часов назад. Везде. Тут еще один знамя победы над поверженной похотью. Вот интересно, я уж так скажу. Вот тоже интересно, он беседует с кем тут. Вот тут видно на это. И он майку надел. На майке написано. А что написано, не знает он. Что? Что именно написано-то? Ну, а Сергей-то Пупков и говорит. Так может там какая-нибудь плохое написано? Да нет. Я учил, тоже немецкий язык знает. Ну, и когда мне дали посмотреть-то, я прочитал. Ой-ой-ой. И мне вспомнилось, приехала одна англичанка. И там, где она восстановилась. Ну, что там это у них? Гостиница или как называется. И там майку купила. А майка понравилась. Хорошая майка. И надпись. Ну, иероглифы. Она вышла и стоит, чтобы все, как вроде, видели. А ребятишки маленькие китайщата подскочили пальцем на него. Показывают, сами за животы хватаются. А она видит, что-то неладно. Она вернулась назад и попросила перевозчику. А что написано? Она посмотрела, ты где взяла-то ее? Да тут продавали. Да тогда смешники продали. Тут написано, смотри, какая распуфыренная дура. Распуфыренная дура. Она эту майку сразу сняла. Ну, вот так этот человек, который здесь вот есть. Знамя Победы. Вчера они были, он ее показывал, майку. А там два предложения. Вот. Я сейчас даже прочитаю, что на одном предложении. А первое предложение. Их бин шай се. А второе показывает пальцем. Вот так, рука пальцем. И написано. Доби шульд. Я когда прочитал. Ёй-й-й-й-й-й-й. Ему говорит, думаю, не надо. Ну, думаю, дай-ка я сервис. У нас была одна душа такая. Она преподаватель немецкого языка в университете. Ну, ездит там в Германию к своим. Видимо, немецкая она в национальности. Ну, я решил проконтролировать. Ей сегодня позвонили. Меня связали с ней. Я говорю, что это означает, считай. Она мне говорит, ну, это мягко я выражусь так. Я говорю, это так вот. Да правильно перевели. И второе правильно. А перевод такой. Я говно. Ну, там через запятую дерьмо. А литературно так и написано. Говно. Как Ленин говорил, интеллигенция такая. Вот. А второе он пальцем показывает и говорит, и в этом виноват ты. Ты в этом виноват. Пальцем от охота. Шульда. Я говорю, перевел маленько не так. А ты посодействовал этому. Она говорит, ну, правильно тоже будет. Ну, я гляжу, такой разброс-то широкий довольно. И как бы пальцем говорит, ты за это ответишь. Вот такое даже есть. Там есть такой перевод, долг. Ну, 55 лет я не беру в руки даже ни одного языка. А откуда-то что-то идется и перевел. Вот такое дело. Перевели сколько. Другое там автозапись 92. А тут всем интересно. Не всякого человека водить в дом. Вот так. И самое большое. Это наш сайт. Прекрасный сайт во свете Библии. Библейский сайт. Вот. Вопросы и ответы здесь. Я всех приглашаю. Тут все от этого не надо. Вот так. Ну, это кто-то пришли. Тут мы уже беседовали. Вот, собственно, что сегодня у нас так было. Ну, все как надо. Вещернее богослужение было. Снег, ребята, очистили. И несколько разговоров, три были, и даже четыре по скайпу. Вот события нашего дня. Маленькие такие события. Ну, они показывают, вот, как нужно обращаться. Тут одна душа, она была против, а потом... А теперь, говорит, я не вылажу, забываю работать. Ну, зазомбировал, как говорят. А живет человек в другом конце страны. Не хотела слушать даже, говорит, видеть. А потом второй раз зашла на наш ресурс. Сейчас не могу никак выйти. Я говорю, это у всех так, которые с нами друзья. Те, которые злятся, то они не считают ничего. Если бы они молились, то у них та же история была бы. У нас сокровище неоцененное. Все на этом. Благодарю за внимание. Слава Иисусу!